Еще одна деталь тела. Слово вы такое знаете. Сейчас посмотрим, какой у нас будет разнос мнения по поводу этого термина. Дело в том, что тела позвоночных, самых исходных позвоночных делятся. Они очень просто организованы. Всего-навсего на три участка, на три раздела. Голова, туловище, хвост. Ничего другого нет. А скажите мне, пожалуйста, а какую часть тела называем хвостом? А что в биологии называется хвостом? Вы собираетесь собирать конструктору века, хотя не умеете отличить колесиков от осей и от пластиков. Давайте все-таки разбираться, какие детальки как называются. А у червя хвост есть? Нет. А у змеи хвост гринный? У меня хвост здесь станет, но нет. Хвостами? Угу, конечно. У меня там есть хвост здесь станет. Хорошо. А у тильки или у губы? Или у стерляки, у фореля? Хвост есть или нет? Нету, 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 нету. Хвост есть, есть. Хвостовой плавник есть? Хвост там есть? Хвост там есть? Это подойдет для позвоночника. А что, без позвоночника не бывает? Тише. Хорошо. Круглого бабочки – это хвост? Это отрост? Ох, да, на равновесие. Я же не спрашиваю, для чего он может использоваться. Я спрашиваю. Вот у вас есть чертеж тела. Какую детальку в этом чертеже вы назовете хвостом? Да, безусловно. То есть, в противоположной голове вы это имеете в виду. Классно. А где будете проводить границу между хвостом и твующим? Где проходит граница между хвостом и твующим? Там дешение. Там дешение? Да, дешение. Так, а дочка-то какая? Вы нам сейчас объяснили, что масло – масло. Это абсолютно верное объяснение, абсолютно ничего не говорили. Вот я вам рисую цуликовь. Допустим, он вот такой. Я знаю, что у него есть голова, есть хвост, есть хвост. Вопрос. Допустим, я решил, что у него здесь, скорее всего, голова, потому что здесь из нее что-то так. Если на это нажать, он начинает квакать, а я не знаю, вернуться или еще чего-нибудь делать. То есть, это, скорее всего, какие-то чувствительные мышцы. Да, смотри. Хорошо. С противоположной стороны, вроде как, должен быть хвост. Но теперь у меня вопрос. А граница проходит вот здесь, вот здесь, и вот здесь, где окончается туловище, и начинается хвост. Прошу. Основное – это какие? Так, отлично. Первая – здравая мысль. Немножко не хватает у вас, молодой человек, терминологии, но вот это как раз то, что со временем набирается отлично. Главное – стратегическое мышление. Все, ребят, хорошие, темы закрыли. Нормальный ответ получен. План строения подавляющего числа сложных многоклеточных организмов. Действующего там. Тепа даже не получит. Тепа. Допустим, живет такое существо в неоднородной среде, значит, формируется некоторая отростка. На этом отростке собираются органы чувств. Значит, там внутри этого отростка находится система нейронов, перерабатывающих информацию, и здесь же находится вход в пищеварительную систему. Под контролем органов чувств. Классно. Теперь, из тела торчат некоторые отростки. Отросток – это может быть разное количество. Мы с вами говорили про то, какие талии живают. И давайте посмотрим, вот в этих отростках, что-нибудь кроме скелета, мышц, кровеносных сосудов и нервов. Есть или нет? Вот здесь. Есть или нет? Есть. Что? Нет, я говорю, кроме скелета, мышц, кровеносных сосудов и нервов. Ну, ясно, что это все снаружи упаковано в покровы, но это все дело упаковано в покровы. Хорошо? Это производная покрова, так же, как и волосы. Это то, что произвело кожу. Это уж никак не внутренне органы. И вот это, центральная масса вашего тела. Скажите, а здесь внутри только мышцы, скелет, нервы и кровеносные сосуды? Или что-нибудь еще есть? Нет, она еще есть органы. Куча внутренних органов, которые просто рассованы между мышцами. Или как? Ну, то есть здесь у вас внутри, да, много-много мышц, а между ними все остальное. Скорее всего, наоборот. Как наоборот? Потому что в большом уровне, конечно. Хорошо, но как эти органы расположены? Хорошо, даже не в случайном порядке, но, допустим, между скелетными деталями и мышцами. Или принцип организации не только у нас, совершенно другой. Спасибо.